Я Иванова Татьяна Константиновна. Я бабушка, у меня есть внучка Иванова Настя, 9 лет. У нее диагноз детский цереблярный паралич. Настя перенесла очень сложную операцию. В общем, мы вначале стояли на ножках, даже по часу. Мы передвигались, мы даже поднимались с ней по лестнице, спускались на пятый этаж, например, по лифту, а потом с трудом с обоих текло, но мы шли, поднимались. Бабушка, давай еще, бабушка, давай еще. А прошлый год, наверное, прошлый год, когда у нас все это заварилось-то, наверное, прошлый год сделали снимки, и вот когда сделали снимки, там обнаружили, что вывих. Мы нам надеемся, конечно, на лучшее. Говорят, там с опорой она пойдет. Лишь бы только она себя обслуживала. Сама, что ей захотелось, она делала. Вот что-то хочется ей, и она туда бы прошлась. Она очень хочет ходить, она на это надеется. Она вот сколько перенесла боли, но она, вторая операция, она ее ждет. А когда будет вторая операция, бабушка, так же все будет больно, ведь тебе придется терпеть. Конечно, плачет, особенно при маме, все. Но она ее ждет, она хочет ходить. Как все дети? Да, да. Ну-ка, давай. Я сама. Вот пройдут все операции. Может быть, тогда какие-то мы выводы сделаем. Или они, вернее, сделают выводы, не я. Я этого ничего не решу, я бабушка. Я лишь только помощник. Мы и сейчас материально им помогаем, мы отдаем одну пенсию, да? Вот. А как дальше сложится? Во-первых, мы живем в поселке Римаш. Все сложно, даже лечение сложно, потому что в тот же Бамбасе лишний раз съездили, еще чего-то. Да, дали нам бесплатные эти самые, как их называют, билеты назову, да, например, на новостройки. Но там нет условий для таких детей. Надо создать условия, чтобы ее можно было положить нормально, чтобы мама тоже вместе с ней не упала. Опять же, нам нужно такси. В свое время мы много очень читали с ней. Мы читали каждый день. А на некоторые книги, вот бабушка, еще читай, вот спать, днем ли там чего-то, она знает наизусть. Она стихотворение не знает. А книги может... Или она, я читаю, а она мне говорит, бабушка, а ты неправильно в конце сказала, там неправильно сказала слово. Мы сейчас учимся во втором классе. У нас взяли бы обычную школу. Учитель приходит к нам на дом. И она занимается. Педагог она отличная. Просто слов нету. Настя ее... Они просто с ней друзья еще добавят. Да, нам трудно, конечно. Но это мы не хотим. Почему? Потому что она не может сама писать. И сложно. А сейчас вот тем более лежит, она на животе кушает. На животе занимается. На животе складывает пазлы хорошо. Единственное, она, в общем-то... Ну, сейчас немножко она вот после операции, потому что боли страшные были. Страшные. Не спали они ночами. Долго. Очень долго. Какая Настя? Она очень веселая. Ну, сейчас вот после операции, конечно, тяжело. Но до этого она веселая. Она со всеми разговаривает. Она со всеми... Мы ее... Я скажу, что для нас из Саримаша выехать во дворец. Нас иногда там пропускали бесплатно. Спектакли были. Она была очень счастлива смотреть эти спектакли. Я не перечислю вам, сколько-то. Но сколько-то они их посетили. Ехали нас садиться в такси. Значит, в такси же ее возили. Потому что по-другому мы не могли. Она сидела нормально. Могли держать все руками. Она стояла. Она сразу же заговаривала с водителем. Она спрашивала, как вас зовут. А меня зовут так-то. А мы едем туда-то. А мы то-то, то-то. Или ездили мы в Усток клиник, например. Она тоже сразу приходила, встречалась, что-то спрашивала. Она очень контактная. Вот что удивительно, она контактная. Обычно эти дети не контактные. А она контактная. Но с кем захочет, кого чувствует. Они очень чувствительные. Вот встречалась, например, одна бабушка. Она всегда с ней беседовала. И она с ней с удовольствием разговаривала. А с кем-то и не будет. Настя много, конечно, вначале спрашивала много о папе. Как папа? Почему он с нами не живет? Я отношусь к этому, так сказать, нормально. И говорю ей, Настя, такое в жизни бывает. Ничего страшного. Почему он не приходит? Настя, тоже такое бывает. Будешь старше, ты все узнаешь. А так, папа у тебя неплохой. Папа у тебя хороший. Вот. И поэтому ты не обижайся, пожалуйста. Однажды случилось так, что я шла из магазина. Она все, бабушка, ко мне приедет Дед Мороз. Я говорю, Настя, не знаю. Я иду из магазина с моим Дедом Морозом. Я говорю, Дед Мороз, выручай. Он же в чем дело? Я говорю, то-то, то-то. Пойдемте, у вас есть подарок? Есть подарок. Ну, я ее, значит, сама не там сходили в одно место. Говорю, Настя, ты не волнуйся, не переживай. Сейчас к нам идет Дед Мороз. И пришел Дед Мороз. Было столько радости. Самая главная проблема материальная. Надя растет ребенка одна. Папа материально помогает плохо. Алименты то выплачиваются, то не выплачиваются. И, в общем, очень вас прошу, помогите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok